Приветствую вас с точки зрения психологии. С точки зрения психологии. Ваш муж, сожитель, коли он ушел, не вернется, если только ему это не будет выгодно. По какой-либо причине. То есть только если мужчина не увидит свою выгоду, в том, чтобы вернуться, он скорее всего не вернется. Это первое. То есть вам, соответственно, нужно создать для него мотивацию, чтобы он вернулся. Для этого желательно, как минимум, понять, почему он был с вами, что он вообще хотел, что ему вообще было нужно и так далее. Вот. Это такой аспект. Это такой аспект. Следующий аспект. Есть некоторые причины, по которым вы были с человеком, не оформляя с ним адекватных отношений, и при этом, значит, так, заводят в ним детей. То есть, ну, серьезно, Светлана, вот вы на все рассчитывали, заводя детей человеком, который вам не является мужем, который, по сути, является только гражданским мужем с родителями, так по сути, никем. Вот. А почему вы детей обрекли на, по сути, рождение вне брака? Ну вот. То есть, вы как-то к этому пришли. И, на мой взгляд, на мой взгляд, нужно не возвращение мужа ждать, а, на мой взгляд, вам нужно спросить у себя, чего я хочу, что мне нужно. Как я к этому пришла? Ну, я имею ввиду, вот, к этой истории, к этой ситуации. Как я к ней пришла? Вот. Не менее важный, между прочим, вопрос, из-за чего вы поругались с мужем? Со своим. То есть, вы поругались, но если поругались, значит, на это, у этого были, вероятно, причины. И желательно все же понять, что это за причины. То есть, опять же, ожидать возвращения мужа, но при этом, не разобравшись с тем, из-за чего вы поругались, и не имея точного, полного убеждения, или точной и полной уверенности в том, что этого больше не повторится, мне представляется в некотором смысле наивным. Поэтому я бы рекомендовал, как следует разобрать причины, по которым вы поругались, из-за чего вы поругались. Вот. И если человек отказывается возвращаться в семью, то первое, что вам нужно понять, это то, что нет семьи. Семья была бы, если бы вы были бы женаты. Но вы не женаты. Поэтому семьи нет. Понимаете? То есть, вы предлагаете ему вернуться туда, куда, ээээ, чего нет. По сути. Я понимаю, что, возможно, для вас это звучит неприятно, я отдаю себе в этом отчет, я отдаю себе отчет в том, что вам может быть это неприятно слышать. Но, на мой взгляд, будет лучше, если вы сейчас, эээ, увидите для себя эту реальность, и либо согласитесь с ней, либо ее отверните, это уже зависит от вас. Но, по крайней мере, вы получите для себя возможность действовать, по крайней мере, вы получите для себя возможность что-то делать дальше. На мой взгляд, сейчас вы просто жертвуете собой, жертвуете своими детьми, и все это ради некого призрачного возвращения этого человека. Либо здесь вы боитесь остаться одна, либо здесь у вас занижена самооценка. Вот. Что именно, и конкретно у вас сказать возможности не представляется, к сожалению, там еще никакой информации о себе вы не предоставили. Ну, я полагаю, что если есть в наличии данные проблемы, если есть прозрение, что они могут быть, лучше с ними разбираться. И чем быстрее разбираться, эээ, чем быстрее вы начнете с ними разбираться, тем лучше будет для вас. Вот. Кто знает, может быть, ваш муж, увидев, эээ, увидев, как вы поменялись, увидев, как вы изменились, увидев, как вы выросли личностно. Кто знает, может быть, и ваш муж захочет к вам вернуть. Вот только будет ли он вам тогда нужен. На мой взгляд это большой вопрос. Как правильно сказал мой коллега, что от вас зависят дети. Завтра, 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 у вас есть дети. И кроме вас этих детей больше никого нет, поэтому хотя бы ради них вам нужно стать счастливой. счастливый. Ну, по крайней мере, я так думаю, по крайней мере, я так считаю. А что касается предсказаний, то здесь вам, конечно, лучше всего обратиться в раздел эзотерики, там вам помогут. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.